Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва, я приветствую вас. Наступила осень, закрома пополнились, и теперь можно подумать о предстоящей весне. Чем мы займемся весной? Весной мы не хотим ничем заниматься, мы хотим созерцать. И что сделать для того, чтобы созерцать весною красоту? Для этого мы сегодня с вами разберем, как создать красивую раннецветущую весеннюю клумбу. Идеи может быть множество. Но начну с самого сложного варианта. Это когда у вас достаточной площади участок, и на нем ваши посадки размещены в пейзажном стиле. Там елочка, там декоративные кустики, еще что-то такое растет на фоне газона. И тогда идеально будет разместить посадки луковичных под красивыми кустиками. Где-то вокруг елки, возле деревьев. Но не у всех такое счастье имеется. Поэтому переходим к следующему варианту. Наверняка найдется у кого-нибудь кусочек газона. Пусть он будет любого размера. Поэтому очень по-весеннему будет смотреться, если мы посадим мелколуковичные непосредственно в газон. В дальнейшем, конечно же, по мере роста, будет скашиваться все это. Но до той поры, пока трава заколосится, весенние цветочки наши отцветут. Какие можно посадить? Это пушкиния, хианадокса, сцилы, мускари. Попробуйте один раз, и вы не откажетесь от этой красивейшей затеи. Рекомендую в первый год все-таки оставить вот такие чубчики на фоне газона, чтобы дать возможность семенам вызреть и естественным путем еще рассеяться. И вызреть в том числе и луковицы. Потому что если мы срезаем раньше времени, когда еще надземная часть вегетирует, то естественно, что луковица остается ослабленной. Поэтому позвольте первый год растениям мелколуковичным завязать семена и естественным путем увянуть. Следующая идея – это можно посадить в приствольные круги деревьев. Луковичные и деревьям не будут мешать. И до той поры, пока распустятся листва, это будет смотреться просто великолепно. Туда уже в приствольные круги вы можете сажать все, что вам нравится. Это могут быть и тюльпаны, и нарциссы, и собственно мелколуковичные. Здорово будут смотреться галантусы. Они зацветают первыми, открывают весну в любой широте. Ну, еще такая идейка может быть. Вдруг у кого-то есть альпийская горка, или вот каменная горочка, как говорят. Или маленький ракарий, там где есть камешки. Если это все сделано правильно, и почва там соответствующая, то есть рыхлая, есть дренаж, то для луковичных растений это будет просто самое замечательное место. Потому что в силу своей природы они не любят застоя воды и любят, как вы помните, рыхлую нейтральную реакцию почву. Ну, и перехожу к самому, наверное, банальному варианту. Ну, он будет, мне кажется, самый понятный, самый доступный, особенно для тех людей, которые любят на своем участке порядок, и они такие организованные цветоводы. Это просто создать весеннюю цветущую клумбу. Конечно, немножко вот отступлю, что можно посадить в какие-то посадки, где у вас многолетние цветочные культуры сидят. Они потом сомкнут листья по мере своего роста, и затем эти пустые места будут как бы скрыты от глаза. Ну, там они будут оставаться несколько лет, вот в варианте такого миксбордера, назовем его по-правильному. А в случае клумбы, которую я вам рекомендую, вам придется, может и не придется, капывать ежегодно. Но для луковицы, для любой, это будет только на пользу. Вы ее просушите, она хорошенько просохнет, придет в себя. Дайте спокойно отвегетировать, чтобы листва вяло естественным образом. И таким образом, с чего начать? Начать с того, что прежде чем открывать интернет-магазин или бежать в садовый центр, вы для себя нарисуете картинку. Картинка позволит вам в цвете распределить, чтобы это не получилось как-то хаотично и спонтанно, а в цвете так, как вам нравится, в чем вы видите гармонию. Кому-то нравятся контрастные цвета, кому-то нравятся нюансные переходы. Я для себя нарисовала на компьютере такую картинку. Вы можете просто осесть красками или карандашам и с ребенком нарисовать любую другую картинку. Но у меня она получилась такая. Выбирая ассортимент, не надо очень сильно мельтешить, не надо выбирать все известные мелколуковичные растения или весеннецветущие луковичные растения, потому что их множество. И множество сортов, их вообще не счесть. И когда вы наберете большой ассортимент, штук 30, то есть 40, то это будет смотреться немножко пестро и назойливо. Остановитесь, допустим, вот я выбрала 3 тюльпана, 3 сорта тюльпана, 3 сорта нарцисса, 2 сорта крокуса, более поздний срок цветения у лука, здесь у меня мускари, здесь вкрапление чего-то такого, добавочка, про которую вам потом расскажу. Ну и, конечно, куда без галантуса, который, как я говорила, открывает весну, еще даже снег может лежать, а вы уже приедете на свой участок и будете наслаждаться красотой. Ну и вот у меня получилась примерно такая картинка. После того, как вы согласовали сами с собой и со своими домочадцами цветовую гамму, вы переносите это, делаете, как настоящие ландшафтники, делаете такой план, то есть будто бы вы сверху смотрите на вашу грядочку. Для чего? Для того, чтобы организовать правильно свой рабочий процесс. И когда вы все это распределили, вы можете, ну, в идеале будет померить ваш участок, посчитать, сколько вам надо купить каждого вида весенне-луковичных растений. Покупая сорта, например, нарцисс, обращайте внимание, какого они срока цветения. Особенно это важно для тюльпанов. Вот я, допустим, выбрала для себя тюльпан махровый ранний, грубка, тюльпан простой поздний, тюльпан из группы сорта какие-нибудь, можно подобрать, дарвиновые гибриды, которые цветут гораздо позже, чем тюльпаны из групп Грега или Фостера, которые также зацветают первыми. И вот начнется весна. И что у меня будет? У меня зацветут галантусы, потом зацветут крокусы, потом у меня зацветут мускари, потом вдруг выскочат, например, нарциссы, потом тюльпан махровый ранний зацветет, потом еще следующие тюльпаны пойдут. И, конечно, как нам обойтись без рябчика, такого интересного экзотического растения, то ли пальма, то ли что-то еще, которое при этом еще и цветет. Ну и напоследок можно посадить какие-то сорта алиумов. Они тоже бывают, обращайте внимание, на высоту, потому что есть различных окрасок, различных форм шаровидные соцветия, различного размера соцветия и различной высоты. На задний план я выбрала высоту, чтобы там он все-таки выделялся и не заслонял те растения, которые более низкого роста. И вот такая у нас получилась схемка. Все, закупили материал, принесли его на участочек, разложили, чтобы все у нас было под рукой. И теперь будем приступать к вынесению нашего гениального плана в натуру. Участок у меня уже слегка подготовлен. Что такое подготовлен? Выбраны всякие ненужные камни, корневища, растений предшествующих. Я его перекапывала. Все равно, видите, сорняки все не убрали, значит, никогда не мешает еще раз все это повторить и пройтись. Почва должна быть рыхлой, в меру питательной. Вот мы перекапываем, перекапываем. Здесь у нас все хорошо. Это я вам показала, что я все-таки копала. Разравниваем. Под перекопку вносим удобрение. Удобрение даже увидится по цвету. Это удобрение фертика осень, может быть, любое другое удобрение. Вы можете смешать, сами приготовить. Фосфорно-калийное удобрение. Распределяем равномерно. Видите, с бутылочки очень удобно дозировать. Не надо мазать руки и опасаться, что куда-то что-то нам попадет. Это надо было, конечно, сделать под перекопку. Но для того, чтобы показать вам наглядно, я это посыпала сверху. Особой беды в этом нет. И теперь, конечно, разравниваем участок. Снова появляются сорняки нестребимые. Мы его спланировали. Ровненько. Чтобы не было ям. Иначе там будет происходить застой воды. И может происходить загнивание. Ровненько. Однолетние сорняки нам не страшны, потому что они перегниют. Но если почва сильно засоренная, то я не рекомендую вам закапывать сорняки, какие бы они ни были, потому что при посадке будет происходить загнивание как сорняков, так и посаженных луковиц. Теперь помните план, который у нас был составлен. И мы, как умеем, выносим его в натуру. Вот что-то у нас такая там фасолька была. Краешек мы обкапываем, чтобы нашу клумбу все-таки было видно. Чтобы она была немножко приподнятая. Вот мы уже обкопали. И уже, вы знаете, красиво встала. Так. И теперь помните, там внутри у нас были различные фигуры. Такие зоны. Мы можем сделать это лопатой. Мы можем сделать это тяпкой. Но я рекомендую снова бутылочку, в которой у меня насыпан песок. Просушенный песок, который сыпучий. Потому что, если влажного напихать в бутылку, то ничего у нас не получится. И чтобы не боясь засыпать край нашего контура, обозначаем все контуры, которые мы запланировали, песочком. песочек еще будет полезен тем, что если почва недостаточно рыхлая, он будет ее разрыхлять, что тюльпаны очень любят. Я примерно не один к одному я вам показываю принцип. Вот видите, я остановлюсь, и я не переживаю, что засыпется край. И затем я смогу смело действовать. Вот так получается. Вот у нас уже видна картинка. И теперь в соответствии с планом мы будем высаживать. Начинаем с дальнего края, потому что чем меньше топчемся, тем рыхлее остается земля, и тем приятнее будет нашим луковицам там находиться. Берем красавицу Ванючку. Это фритилярия. Ммм, запах у нее. Видите, какая мощная красавица. называется сорт Аврора. Важный момент. Всегда спрашивают, а на какую глубину? Ну, чтобы не загромождать наши светлые умы цифрами, не запоминать, фритилярию сажаем на глубину 20 см, тюльпан на глубину 10, а может быть 15 см. То-то, то-то, то-то. Поэтому всегда ориентируйтесь на размер луковицы. Три размера луковицы. Раз, два, три. Значит, вот настолько мы заглубляем нашу луковицу. И это касается любых луковичных растений. Вот выкопали мы лунку и отправляем. Первый пошел. Здесь мы посадим еще 3-4 штучки. Вот наши нарциссы. Вот видите, у меня данный сорт находится в в таком пакетике сеточки. Здесь лежит этикетка с названием сорта. При желании мы ее поставим туда. Такая сеточка удобна для того, что если это материал наш собственный, то непременно необходимо его перед посадкой обработать. Любые луковичные растения перед посадкой обрабатываем. В чем вы будете обрабатывать? это то, что у вас найдется под рукой. Я обрабатываю. Вот видите, у меня здесь замочено в препарате венцит против различных гнилей и всего прочего, что может привязаться к луковичным растениям. Замачивание происходит в соответствии с инструкцией. Здесь у меня они были замочены 40 минут. Я даю им стечь вот такой насыщенный розовый раствор, но это не марганцовка, это препарат венцит. Пусть они стекают, а эти ребята уже обработаны. Я иду на место посадки нарциссов. Мне любопытно, совпадет ли название сорта с тем, что есть. И буду высаживать нарциссы. Сажаем в шахматном порядке. Раз. шахматный порядок. Тогда во время цветения или даже еще во время роста, во время вегетации, как только появятся первые листья, с любой точки, где бы вы не стали, ваша клумба смотреться будет очень красиво. Все будет просматриваться в таком четком шахматном порядке. Потому что если сажать на произвольном расстоянии, скучно, так оно и будет смотреться не очень привлекательно. И точно так же мы будем высаживать всякие прочие наши растения. Давайте еще возьмем например, вот красавчики мне нравятся, это пушкиния. Так и хочется ее отправить скорее в землю. В пушкинию я могу посадить на переднем плане, потому что это невысокого роста. Раз она попалась под руку, я на ходу меняю свои планы и поэтому посажу ее на предполагаемое место галантуса. Ее здесь много, поэтому можно сделать канавку. Сделали канавку. Три высоты луковицы, чтобы поместилась канавка и отправляем. Хорошенькие, кругленькие и слегка осмотрим шахмату нашу. серединкой сюда, серединкой сюда и можно в край еще сделать раз, два. Высыпаем. Таким образом последовательно мы пройдем весь наш запланированный участочек. Ну вот я приготовила здесь еще растения. Они не луковичные, но они очень обогатят ваш весенний цветник. Это у меня незабудка, а это медуница. Медуница с пестрым листом. Цветение их будет практически одновременно. И немножко разбавит и разобьет эту вот такую сердитую листву тюльпанов и нарциссов. Сердитую это я так шучу, потому что она все-таки такая стройная, ровная, а такие вот пятнышки рыхлых, красивых соцветий, незабудки, они очень повеселят наш цветник и наш глаз тоже. Когда мы все это высаживаем, мы уже в принципе можем не обращать внимания, просто мы аккуратно достанем и в любом месте посадим кустики. посадим так, чтобы все-таки и они красиво выглядели в течение цветения, когда оно весной начнется. Как незабудка, так и медуница. Они остаются зелеными в зимний период. и тем самым тоже будет украшать цветничок. Предположим, что здесь под незабудкой голубой у нас желтые тюрпаны и вот тоже даже прямо цветник в цветнике медуница. Помните, какие у нее цветочки? Сейчас я возьму секатор и обрежу листья, которые подпорченные. Медуница сначала зацветает, бутоны выпускает нежно-фиолетового цвета. Затем по мере распускания бутонов они приобретают сначала светло-розовый цвет, насыщенно-розовый цвет. Медуница также уходит зиму с зелеными листьями и не боится заморозков. Медуница хороша еще тем, что за ней не требуется никакого ухода. Потом, когда она отсветет, муравьи сделают свою работу, а может и птички, разнесут по разным кусочкам сада семена и вы получите бесплатную рассаду в разных уголочках сада либо вашей цветочной клубы. Так, а это кто тут за гость такой? Это у меня попалась клубника, настоящая клубника, клубника полевая. Ну, не пропадать же ей мы ее так вот. И тоже где-нибудь посадим. Ну, пусть сидит в цветнике, жалко выбрасывать растение, и она потом зацветет, и когда вы выкопаете все прочие луковичные, то у вас останутся сидеть на грядочке медуница. мы ее все-таки посадим. Не забуд к медуницу отправим дальше. Например, отправим ее к нарциссам. Если вы копаете аккуратно, вдруг наткнетесь на луковицу, вы тогда легонечко уйдите с этого места в сторону. В дальнейшем они не будут мешать друг другу. медуница будет красиво выглядеть весь сезон благодаря своей такой пестрой листве. А если она вам надоест, вы можете в любой момент от нее избавиться. Вот и сейчас уже будет красота. И представьте, кремовые нарциссы и насыщенная красивая розово-фиолетовая медуница. Ну и пусть на краю сидит наша полевая клубничка. Она зацветет позже всех, возможно, вместе с луком, порадует вас ягодками. Потом она тоже замечательно размножается, дает усы, которые гулять будут по вашему огороду, ну и думаю, будут приносить радость. Ягодки у нее вкусные, но это уже другая история. Вот и все. Если стоит погода дождливая, то поливать не надо. Если очень, при очень сухо, то вы можете немножко полить. Едва, едва взбрызнуть. Ну, и дополнительный уход какой? Можно сверху замульчировать снова же нашими любимыми опилками. Если кого-то не устраивает их внешний вид, то можно сверху замульчировать, ведь у нас уже все посажено, схема наша вся заполнена материалом, который мы закупили в соответствии с планом и схемой. И можно присыпать сверху торфиком. Для чего? Торфик будет предотвращать от образования корки почвенной, особенно плохо, когда вот долгая затяжная осень, дождливая осень, а потом на бесснежную почву вдруг мороз. И тогда получается такая морозная корка. Но весной появляется другая история, когда снег сошел, и вдруг очень сухо-сухо-сухо, после зимы все это затянуто, и тут уже появляется корка от пересыхания почвы. Так вот, верхний эмульчирующий слой, он будет спасать вас от образования этих почвенных трещин. А зачем спасаться, спросите вы, от этих почвенных трещин? Потому что, во-первых, нарушается дыхание, через эти трещины происходит еще больше транспирация жидкости из почвы в воздух. Значит, наши растения страдают, а воздух и влага не попадают, воздушные, не попадают к нашим луковицам или корням растений. Поэтому важно всегда рыхлить, но эмульчирование предотвращает и убирает этот момент такой рыхления. Ну, перекрестим, пусть все весной заколосится на радость вам. До новых встреч, пишите нам, ставьте лайки, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин